Я с Татистана приехал, получил рабочую визу, тут проработал и решил подать на магистратуру. И зарплата у меня очень хорошая. Я могу говорить с тобой? Да, можешь зарплату не говорить уже. Оставим секретом для вас. Зарплата хорошая здесь, поверьте. Друзья, всем привет. Меня зовут Антон и я являюсь представителем компании iCharon Group в Варшаве. По многочисленным просьбам вам понравились наши лайв-интервью. И, кстати, очень интересный факт. В этом здании, я надеюсь, многие, кто знали, что здесь есть на 12 этаже университет. Он называется «Коллега Мцвитон». Сейчас придет Нура и мы уже с ним пообщаемся непосредственно про вопросы и фишки, как здесь жить студенту. Ну что, пошли? Вопросы, которые мы обсудим, это, я думаю, преимущество студенческого билета. Просим, на кого он учится, как ему учиться, как проходит сессия, тяжело, не тяжело. Ну, и я думаю, он что-нибудь нам полезное расскажет. И я уверен, что он нам расскажет что-то полезное и то, что вам обязательно пригодится. Ждем Нуру. А у нас пошел снежок, так что, я думаю, мы не будем стоять. Пойдем спрячемся от снега. Как раз-таки под прикрытием подождем Нуру. Вот как раз ты к нам, Нура, пришел. Привет, Нура. Как дела? Привет, привет. Хорошо. Так, давай чуть-чуть, наверное, масочку с лекции, да? Да. Тяжелая была лекция. Ну, если все. Тебе помочь? Да, да, пожалуйста. Расскажи, откуда ты нам приехал? Я с Летикстана приехал. Сколько ты уже здесь? Давно учился? Я уже вот заканчиваю магистратуру, последний год. Последний год, да? А ты здесь, насколько я помню, с конца июля, да? Да, я, получается, получил рабочую визу, тут проработал и решил подать на магистратуру заочную. Ну, ты же и работаешь, правильно? Да, и я работаю и учусь параллельно заочным. Получается совмещать? Да, очень, ну, как бы, да, все хорошо у меня, получается, на магистратуру у меня на английском, и у меня с английским нет никаких проблем. И вот, и параллельно работаю, и тут работа очень хорошая. На кого учишься? Я найти учусь. Как, тяжело, не тяжело? Ну, легко, в принципе, потому что я все-таки на Олимпиадах участвовал, и найти тут именно в Европе, получать такое знание, это очень, ну, легко, в принципе. Здорово, а какие у тебя планы? Планы, вот, думаю, сержавку подать в Samsung, и в дальнейшем, думаю, когда-нибудь в Америку поступить. Ничего себе, здорово, класс. Слушай, мы с тобой собрались для того, чтобы ты рассказал нам про учебу. Как тебе, тяжело учиться, не тяжело? Расскажи, пожалуйста, про сессии, как они там, сколько раз в год, каникулы. А, ну, ты же на студенте, на заочном, то есть, просто расскажи, когда у тебя сессии проходят? А, сессии, в принципе, проходят в заочном, и я просто прохожу на экзамены, получается, в год, только в два раза. И вот зимой, вот только заю, и вот, получается, летом. И я, в принципе, свободен, и все это время я проживаю на работе. Так, ну, расскажи нам тогда, пожалуйста, про преимущества твоей карточки, и я тебя попрошу потом ребятам показать нашим. Хорошо. Я могу сразу показать, если хотите. Давай, давай. Угу. Получается, вот, карточка. Дневнее. Да. Называю на камеру. Карточка, и преимущество очень большая, в принципе, вот, на проезд, получается, 50% скидка. До 26 лет всем выдаётся такая карточка, вот, и даже некоторые рестораны, получается, даже одежда, одежда, может, получиться скидкой. И, думаю, очень хорошо. Но ты пользуешься общественным транспортом? Да. В большинстве случаев общественным транспортом, потому что я много езжаю туда-сюда, и на это 50% скидка – это очень огромная сумма. А ты далеко от университета живёшь? Ну, нормально, скажем, там, 30 минут на метро. Ну, и студенческий тебе, получается, с помощью студенческого, ты, когда покупаешь проездной, тебе 50% скидка. Хорошо, а если ты путешествуешь между городами Польши, тоже скидка есть? Да, кстати, именно на автобусе можно, и на некоторых поездах я знаю, там много скидки. Если вы являетесь студентом, я думаю, там, я, конечно, не езжал туда-сюда, но видел там скидки, 25%, там, 30%, даже не 50% скидка. Это очень выгодный. Ну, слушай, ты молодец, я за тебя рад. Хорошо, расскажи, пожалуйста, нам немножко про работу, как тебе получается совмещать, не получается совмещать, начальство, навстречу идёт, тебе не идёт. Расскажи, пожалуйста, нам это. Так, я сейчас работаю вот в кондитерской фабрике, пригорода, и у нас, как бы, компания очень хорошая. А, получается, они нас везут, и обратно везут, и всё бесплатно, они всё это предоставляют. И зарплата у меня очень хорошая, я могу говорить... А, можно зарплату не говорить уже, оставим секретом для вас. Зарплата хорошая, здесь поверьте. В принципе, скажем, там на учёбу хватает, и мы с друзьями, получается, квартиру снимаем. А где снимаете квартиру? В районе Уштынова. И это недалеко отсюда, ну, я и говорил, 30 минут на метро. Да, в принципе, квартира очень хорошая, и вот зарплата хватает на квартиру, и, в принципе, на учёбу. Ну, начальство тебе спокойно, хорошо отвечает, отпускает, когда на сессию надо? Да, конечно, они очень хорошо относятся ко мне. Когда я отпрашиваю, если, допустим, на сессию, и всё такое, они всё хорошо понимают. Потому что, когда я писал договор, они знают, что я студент, и у меня будет сессия. Здорово. И я знаю, что для вас, ребята, очень хороший, интересный факт, что те, кто учатся, те, кто является студентом, им младше 26 лет, они получают больше зарплаты, потому что работодатель не платит за них налоги. Я прав? Да, вы правы. То есть ты с этим столкнулся? Да, в точку. Да, это очень хорошее преимущество, и работодатель всегда рад нанять такого сотрудника. И ребята тоже более замотивированы, потому что зарплата у них ещё выше. Ты молодец, мы рады за тебя очень. У тебя хороший план. Я надеюсь, что мы скоро с тобой встретимся в Америке, и я возьму у тебя интервью. Надеюсь, всё так и будет. И вам тоже удачи. Спасибо большое. Может, ты что-то нам пожелаешь тогда уже напоследок? Ну, желаю всем поступить в Поршу тут, потому что всё-таки, не знаю, именно для студентов, которые до 60 лет, тут очень выгодно. Можете работать, совещать с тобой, и тут очень хорошо относится, как и вам. Ну, да, ты молодец. Мы желаем тебе успехов. Всем пока. Спасибо вам тоже. Пока. Счастливо.